Николай Рубцов родился в простой семье в селе Емецк Архангельской области 3 января 1936 года. Его отец Михаил Адрианович работал начальником местного леспромхоза. Мать Александра Михайловна была домохозяйкой. Детство Рубцова совпало с началом Великой Отечественной войны. Я прочитала анкеты самого поэта, в которых он писал, «Отец ушел на фронт и погиб в том же 1941 году. Вскоре умерла и мать». В своих стихах он также писал о военном времени. «Мать умерла, отец ушел на фронт, соседка злая не дает прохода, я смутно помню утро похорон и за окошком скудную природу». Несмотря на тяжелое детство, он очень часто вспоминал о своей малой родине и посвятил ей очень много произведений. Образы церкви, собора, храма являются сквозными в лирике Николая Рубцова. Храм у него олицетворяет Русь, ее святость, ее связь со Вселенной и человеком. С мостика идет дорога в гору, а на горе, какая грусть, лежат развалины собора, как будто спит былая Русь. Уже 16-летним юношей он отправился в Архангельск работать кочегаром на рыболовецком судне. Позже его призовут в армию, 4 года прослужит он матросом на Северном флоте, а позже вечерняя школа в Ленинграде и литературный институт. Но ему по-прежнему влекла за собой малая родина, место, где он любил бродить и собирать грибы. Высокий дуб, глубокая вода, спокойно и кругом ложатся тени. И тихо так, как будто никогда, природа здесь не знала потрясений. В 1965 году в Архангельске вышла первая книга стихов Рубцова «Лирика». В 1968 году Николай Рубцов стал членом Союза писателей СССР. Его порекомендовал друг, журналист Александр Яшин. В 1970 году Николай Рубцов выпустил последний прижизненный сборник «Сосин шум», в который вошли стихотворения «Зимняя ночь», «У церковных берез» и многие другие. Также многие стихи Рубцова положены на музыку. Самый популярный из них — букет в исполнении Александра Градского. Я буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю, нарву цветов и подарю букет той девушке, которую люблю. Я ей скажу с другим наедине, о наших встречах позабыла ты, и потому на память во мне возьми вот эти скромные цветы. Его поэзия дарит нам тепло, радость и любовь. Стихи Рубцова, как его малая родина, заставляют думать о вечном, об истинном смысле нашей жизни.